Подписывайтесь на наши каналы в Дзен и Ротуб, там намного больше информации и видео. Ссылки на каналы будут в описании под видео под каждым роликом. Поддержите канал донатом, карта промсвязьбанка и другие варианты поддержки традиционно будут опубликованы там же под видео. Вновь хочу поблагодарить неизвестного подписчика за донат. К сожалению, вновь не знаю кого. Ребята, оставляйте пожалуйста в комментариях хотя бы имя и я вас буду поблагодарить адресно. Спасибо большое за донат. Доброго всем! Сегодня, как и обещал в роликах на канале Дзен и Ротуб, я покажу ремонт ГБЦ Рено 2.0 DCI из Белгорода. Речь пойдет о той головке, где охлаждающая жидкость пошла из шахты форсунки. А вообще у этой головки у колодца форсунки бывают две проблемы. Это отрыв упорной плоскости форсунки от тела головки, то есть нижняя часть, куда упирается форсунка, отрывается от корпуса от тела головки. И вторая проблема – это трещина по колодцу форсунки. Сделаем опрессовку и опрессовка нам уже покажет, какая у нас проблема. Собственно, опрессовка показала, что здесь даже не трещина, а свитч на боковой плоскости шахты. Опрессовку в данном случае очень сложно показать, потому что потеет сразу стекло камеры, поэтому место я не могу вам показать на видео. Однако, наверняка, если хорошо почистить эту самую шахту, то мы этот свитч увидим воочию без опрессовки. Беру удлинитель для щетки и дрель, потому как нужно чистить в глубине, а в глубине при помощи одной только дрели и щетки не получится. Поэтому я беру в руки удлинитель и чищу. Итак, посмотрим. И как мы видели в опрессовке, пузыри шли примерно на 10-30-11 часов. И если посмотреть, то очень хорошо видно, что там есть разъеденное темное место. Глубокая такая каверна. Есть такие места и в других плоскостях, но они только в зачатке. Этот вариант проблемных для меня, да и для клиентов, очень, скажем так, хорош. Потому что лезть туда со сваркой нет необходимости. А это значительно, причем очень даже значительно, уменьшит сам объем работ, ну и естественно капиталовложение, то бишь стоимость ремонта. Ремонтировать эту проблему будем гильзовкой. Расточим шахту на несколько миллиметров и вставим туда гильзу. Для этого первой задачей у нас стоит расточка колодца форсунки. Расточник координатно-расточного станка Виталий закрепил головку на станке и выставил центр отверстия. Ставит требуемый резец и приступает к росточке. Делает небольшую проточку размером примерно полтора миллиметра на сторону, то есть около трех миллиметров на диагноз. Смотрит, что выходит. Шахта у нас там идет 19 миллиметров. У Виталия выходит, вновь таки сейчас точность не особо важна, 22 миллиметра. Виталий продолжает расточку. Проточный колодец форсунки и самогильза будет иметь по два диаметра и там и там. Периодически останавливается, удаляет стружку, контролирует процесс. И вновь останавливается пылесосом, удаляет стружку. Заглянем в колодец. Половину проблемного места, как видим, мы уже проточили. Нужно еще примерно столько же. Слово говоря, размер глубины проточки взять по соседнему цилиндру. Ведь в колодце есть несколько диаметров и чтобы резцом мы не проскочили ниже требуемого урона. Продолжает точить, вновь останавливается, удаляет стружку. Вновь заглянем в колодец и что мы видим? Видим те самые характерные темные пятна. Наша проточка прошла ниже проблемного места, а значит вглубь точить не имеет смысла. Теперь уже будем точить, увеличивая диаметр. Точим увеличиваем диаметр до 23 мм, чтобы стенка гильзы была 2 мм. После проточки Виталий измеряет полученный результат. Диаметр 22,77 мм. Далее протачивать расточник будет уже диаметром большим на 3 десятки. Протачивать станет не на всю глубину, как ранее, а на глубину меньше миллиметров на 15. Это чтобы у будущей гильзы в нижней части был натяг в этих самых 15 мм. Ну, который нам собственно и даст герметичность соединения внизу. А вот герметичность по верхней части будет выполнена в виде большего диаметра верхней части гильзы. На ту же длину 15-20 мм. Приземленно-упрощенно это выглядит вот так. Для чего мы это делаем? Это делаем для того, чтобы можно было без труда завтулить колодец. Ведь если по всей длине сделать натяг, то и запрессовывать ее будет очень и очень сложно. А ну-ка протянуть всю гильзу со сплошным натягом по всей глубине колодца. А так только нужно будет приложить усилия лишь в этих 15-20 мм натяга внизу и вверху одномоментно. Виталий протащил колодец и теперь делает контрольные замеры. Выполняет, набрасывает эскиз. Остается лишь токарю вытащить нашу гильзу по этому эскизу. Далее Виталий нанесет на диаметр шахты немного герметики. Такая, скажем, небольшая страховка. Достает из морозилки гильзу, мажет ее герметиком. И при помощи оправки ставит ее на свое место. Ну, теперь остается нам лишь проверить итоги этой работы в обрисовке. Как видим, мы желаемого достигли и герметичность восстановили. Теперь остается проверить только лишь форсуночкой, как она стоит. И стоит она идеально и даже лучше. Ну, а на этом, собственно говоря, у меня все. Оставляйте комментарии, помогите донатам каналу. Ссылки на оказание помощи будут в описании под этим видео. И без аварийных вам поездок. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok